Моя спина. Моя спина. В 2008 году мы с друзьями очень сильно угорали по зомби тематике и одному из них подарили игру Left 4 Dead. Мы начали играть в неё по очереди, и знакомство с игрой было настолько поразительным, что не обошлось без подражаний и ассоциаций с персонажами игры. У каждого из нас был персонаж, за которого мы постоянно играли, и думаю, вам не терпится узнать, за кого я играл. Поэтому не буду вас томить ожиданием и просто скажу, что это был Билл. Он всегда конфликтует с Фрэнсисом, за которого играл мой друг, с которым мы также постоянно конфликтовали. Кстати, это была пиратская копия игры, и потом каждая себе установила её на компьютер. Но чаще всего мы собирались вместе у кого-то дома и играли по очереди, потому что так было намного веселее. При первом запуске игры мы боялись даже обычных заражённых, а встреча с танком просто не обходилась без криков. В силу возраста мы могли себе позволить одеваться как персонажи игры и отстреливаться от воображаемых зомби с помощью игрушечных пистолетов на улице. Мы даже разрисовывали себе руку, как на обложке с игрой, а потом в школе сравнивали, у кого лучше получилось. И походу мы начали фанатеть не только от зомби тематики, но и от самой игры. Я прекрасно помню тот день, когда мы снова все вместе собрались, играли по очереди и обсуждали выход второй части. О ней тогда вообще ничего не было известно, и мы почему-то просто предположили, что она будет. Мы уже тогда делились теориями о том, какие заражённые появятся в игре, да и вообще чего ожидать. И самой пробивной теорией в тот день было то, что в Left 4 Dead 2 появятся дневные кампании. А также я могу вспомнить одного из заражённых, которого лично сам придумал. Он именовался как Леший и был похож примерно на это. Проходит какое-то время, мы возвращаемся со школы, и друг говорит, что видел на прилавке вторую часть Left 4 Dead. По-моему, в этот же день мы собрались и побежали её покупать. Это была опять же пиратская копия игры, и о существовании Стима я даже тогда ещё и не знал. И первое, что мы начали делать, когда увидели эту упаковку с игрой, это, конечно же, выбирать персонажей, потому что они были на этой самой упаковке. И в принципе, по характеру они не сильно отличались от персонажей первой части, поэтому мой выбор пал на Ника, который постоянно конфликтовал с Элисом. Купив игру, опять же, одну на троих, мы пошли к другу устанавливать её, и пока мы шли, больше всего нас интересовал вступительный ролик, потому что именно этим серия всегда отличалась. По впечатлению, он был ничуть не хуже вступительного ролика первой части, и ровно так же пришёлся по вкусу. Убить всех этих тварей. Вот мои официальные инструкции. Дальше началось ровно то же самое, что было и с первой частью. Мы ассоциировали себя с персонажами игры, постоянно их цитировали, а копию игры каждый установил себе на компьютер. И я прекрасно помню золотую неделю, когда возвращался со школы и проходил одну кампанию в день. Да, тогда это ещё было сложным занятием в силу неопытности, и прохождение одной кампании могло занимать около часа, что уже тогда было довольно много для пацана 10 или 11 лет. И в этом же году я даже успел открыть для себя мир консольных команд, попробовать поиграть в эту игру всякими нечестными способами, а также попробовать поиграть за заражённых на пиратской копии игры. Проходит какое-то количество времени, на дворе уже 2010 год, и в игровом магазине я замечаю коллекционные издания первой и второй части серии Left 4 Dead. Выпросив деньги у родителей, я бегу их покупать и с счастливой возвращаюсь домой. Там было ровно всё то же самое, что вы видите на этой картинке. Но, к сожалению, большую часть я благополучно потерял. Тем не менее, вся атрибутика была запечатлена на видео, фотографии, но и немного кое-что осталось. Позже у моих друзей тоже появляется лицензионная копия игры, а у одного из них даже коллекционные издания первой части. И все вместе мы столкнулись с необычной установкой игры, потому что там требовался Steam. Первое время мы даже не стали там регистрироваться, и когда встретились с друзьями, обсуждали, что с этим надо делать. Но когда более-менее стало всё понятно, мы регистрируемся в Steam, и тут, как вы уже поняли, начинается самое интересное. Потому что мы открываем для себя совместный режим, который на то время и до сих пор остаётся лучшим кооперативным зомби-шутером. Ну что, убьём всех тварей, да? И, скорее всего, я не совру, если скажу, что провёл весь оставшийся год в этой игре. Придя со школы домой, мы сразу созванивались в Скайпе, потому что альтернативных способов связи ещё и не было. Либо были, но мы о них не знали. Мы сразу же заходили в лыфту, и могли играть по несколько часов в день. У меня даже сохранился скриншот, где мы в Скайпе за один звонок набрали 60 часов. И угадайте, в какую игру мы играли. Это была, конечно же, лыфта. И я уверен, что этот рекорд мог продолжаться, но поскольку мы давно не виделись, нам приспичило выйти на улицу. И когда мы встретились, у всех были просто слёзы на глазах, как будто мы впервые увидели солнечный свет. Но у моего знакомства с игрой есть и негативная сторона. Тогда в Steam безопасность вашего аккаунта была не так сильно развита, как сейчас. И в один из дней взломали мой самый первый аккаунт. И случилось это ровно в тот самый день, когда я поссорился с одним из своих друзей. С его аккаунта пришло сообщение, посмотри, мол, что про тебя здесь написали. И в силу того, что мы поссорились, а ещё и эта наивность в силу возраста, в итоге я перешёл по ссылке и потерял свой аккаунт. Но потом всё же восстановил. В 2011 году из-за того, что я потерял свой аккаунт, было принято решение зарегистрировать новый. Похоже, у кого-то изменились планы. Но на этот раз я купил лицензионный диск с игрой вместе с дополнениями «Жертва» и «Переход». И сразу после этого мы с друзьями продолжили вместе активно играть и получать просто море удовольствия от игры. Мы угорали практически с каждой реплики персонажей. Были моменты, где мы даже угорали с заражённых. Если говорить про игру в целом, то она оставила у меня огромный отпечаток положительных эмоций. Больше всего нам нравилось выполнять разные достижения, да и вообще стремиться к тому, чтобы получить их все. И вместе с этим мы начали знакомиться с другими режимами. Поскольку кампании из первой части в игре ещё тогда не было, в режиме «Сбор» был очень популярен «Атриум» из «Вымершего центра» и «Порт» из «Кампании Жертва» и «Переход». Но самый большой след в моих воспоминаниях в знакомстве с этой игрой оставил режим «Выживание», где мы провели просто сотни часов. Были очень популярные сервера, где можно было строить себе убежище, а также были популярные баги и трюки, которые позволяли просидеть огромное количество времени, не прикладывая никаких усилий. Причём мы о них узнавали не из интернета, а достаточно было просто зайти на сервер и спросить, знаешь ли ты какой-нибудь трюк. Бывало, что мы их даже искали сами и находили. Самый легендарный трюк, который мне запомнился, это буст с помощью гранатомёта на мост из «Кампании Переход». Мы его просто обожали и делали абсолютно всегда. Кампания, где мы будем сидеть, даже не обговаривалась. Мы просто брали и заходили туда. Ещё в режиме «Выживание» мне очень хорошо запомнилась вторая глава «Кампании Переход». А всё потому, что там тоже было очень много уникальных трюков, которые было очень интересно выполнять. Да и пожалуй я не буду скромничать и просто скажу, что вообще в любой главе любой компании было круто выживать с помощью багов. Мы это обожали и это оставило огромный след в моих воспоминаниях. Параллельно мы не забывали и про основные режимы. И когда мы уже прошли все компании, а также прошли их в режиме «Эксперта», мы знакомимся с кастомными компаниями. Мастерской Steam тогда ещё не было и их приходилось скачивать из интернета. Какие именно мы играли я выделять не буду, просто знайте, что ну их было много. Вместе с друзьями мы также застали самую первую версию компании «Холодный ручей». И прекрасно помним те места, где она выглядела вот так, а также места, где она выглядела вот так. В 2012 году мы уже начали побольше играть в режим сражения, где преобладали свои разные фишки и трюки. В первой главе компании «Вымершего центра» самый базовый трюк это был минус громилы в самое первое окно. Параллельно с тем, как мы начали активно играть в «Версус», мы также знакомимся с командой «Хээстоп». И это ещё больше подогревает интерес к игре. Мы стремились повторить абсолютно каждый трюк, который они демонстрировали в своих видео. Когда уже портировали все компании из первой части, и в режиме сбор набирала популярность пятая глава из компании «Нет милосердия», у «Хээстопа» выходит видео со всеми трюками, которые можно осуществить в этой главе. И это видео, а также трюки, которые в нём демонстрировались, настолько сильно нас впечатлило, что мы не удержались и сделали на него пародию. Вдохновившись этой командой и контентом, который они делали, у нас рождается желание делать собственный контент. В октябре мы регистрируем группу ВКонтакте, посвящённую серии Left 4 Dead. Загружаем туда разного рода контент, среди которого самым интересным, наверное, будут мемы, которые я делал. Даже сейчас они вызывают у меня улыбку на лице. Среди них также есть намёки на то, что мы уже тогда ждали третью часть, а также намёки на то, что я буду делать нелогичные моменты. Через некоторое время мы решили разнообразить контент этой группы, и создаём ютуб-канал, на который я загружаю свои первые видео по Left 4 Dead 2. Но не думайте, что с этого началась моя ютуберская деятельность. До этого у меня был ещё один ютуб-канал, куда я загружал свои самые первые ролики. Но, пожалуй, вернёмся к видео по Left 4 Dead 2. Ощущая себя более-менее опытными игроками, мы решили, что участникам группы надо показать, как проходить игру на Эксперте. Ну и поскольку мы были не такими опытными игроками, как нам казалось, эта идея просуществовала недолго, и всё закончилось на этих двух роликах. Мой основной канал, на котором вы сейчас смотрите это видео, начинался с фрагмовиков по Counter-Strike Source и CS GO. И среди них был один-единственный фрагмовик по Left 4 Dead 2. Я его опубликовал в самой популярной и тогда ещё открытой группе ВКонтакте по Left 4 Dead 2. И поскольку фрагмовик содержал рандомные фраги с паблика, я столкнулся с негативной реакцией. Но больше всего мне запомнился один-единственный комментарий с максимально конструктивной критикой. Его написал, пожалуй, один из лучших фрагмовик-мейкеров по Left 4 Dead 2 – ГРЗ. Критика была максимально конструктивной, но в силу возраста я это воспринял немного на свой счёт, и в плане мотивации это дало мне невероятный буст. Всё остальное время я мониторил практически каждый контент по Left 4 Dead, а также параллельно играл. Проходит какое-то время, я набираюсь опыта в игре, и в августе 2014 года у меня на канале появляется рубрика «Возьми гризли на слабо». Я анонсировал это шоу в той самой популярной группе ВКонтакте по ЛФТ, чтобы мне написали несколько заданий, потому что суть рубрики заключалась в том, что мне давали задания, а я их должен был выполнять. Среди этих заданий, самое интересное, я запомнил только убить танка с пистолета, отбить громилу прикладом, ну и прочие фичи, которые можно было наблюдать у Хейстоп в видосах. Формат контента, безусловно, был интересный, но сказать, что я был тогда развит в плане качества и монтажа, к сожалению, не могу, из-за чего многие оценили эту рубрику негативно. Но помимо негативных отзывов, были ещё те, которые встали на мою сторону. И среди этих людей был никто иной, как Крайв. Но тогда я ещё не знал, что это он, потому что ВКонтакте обычно подписываются именем и фамилией. Крайв тоже был активным пользователем этой группы ВКонтакте и даже дал задание для моей рубрики. Его задание было максимально в его стиле. Сделать 10 прыжков охотникам, не касаясь земли, и прыгнуть на 25 очков урона с большой высоты. Задание я выполнил, но демка точно не претендовала на серию выпусков в Хантер 25 от команды Хейстоп. Они тогда были очень популярны, а среди них был очень популярен Крайв и Шад, потому что они в основном занимали первые места и удостоились даже отдельных выпусков. Смотря эти выпуски, у меня тоже было непреодолимое желание попасть хотя бы в один. И рубрика «Возьми гризли на слабо» как раз и была одной из попыток, чтобы меня заметила эта команда. Они базировались на том, чтобы показывать трюки, и как вы уже знаете из моего бэкграунда, я тоже любил их выполнять. Я не знаю почему, но кроме как вести канал на ютубе и набирать какую-то популярность, чтобы тебя заметили, я не видел другого способа попасть в эту команду. К тому же я всегда знал, что это ребята из России. И как ни странно, благодаря тому, что я делал рубрику «Возьми гризли на слабо» появилась надежда. Мне дали задание выиграть Шада один на один, а он тогда считался одним из лучших игроков в этом режиме. Успел принять участие в турнирах, в том числе из-за команды «Хайкскилл», естественно был знаком с «Инком», а также он тогда только начинал свою спидранерскую карьеру. Я прекрасно помню, как он параллельно со мной в эту же самую группу ВКонтакте заливал свои самые первые спидраны, которые именовал тогда еще как «Просто быстрое прохождение». А еще я из числа тех людей, которые видели все видосики у него на страничке ВКонтакте. Короче говоря, я зумил Шада только потому, что это был один из самых интересных игроков в лофте. И когда мне дали задание выиграть его один на один, для меня это было больше, чем просто задание. Они делились на три категории. Выполнено, невозможно выполнить и не смог выполнить. И поскольку это задание было в принципе выполнимо, я решил попробовать. Хейстоп всегда в своих видео оставляли ссылки на людей, которые принимали в нем участие. И поэтому найти Steam профиль Шада было не так уж и сложно. С мыслью, что он меня не добавит, я отправляю ему запрос в друзья, и к моему максимальному удивлению, он меня добавляет. Но я не стал сразу сходу писать «Погнали один на один». Я считал, что это будет максимально неуважительно. Поэтому я, наверное, сделал то, ради чего Steam вообще был придуман. Зайдя в игру и увидев, что он играет на каком-то сервере, я решаю присоединиться. И он тогда был на сервере вместе с NoSkill'ом. Они тогда готовились к выживанию четвертой главы компании «Вымерший центр». И вроде бы никто не был против того, чтобы я присоединился. Однако это выживание было не таким, которое я знал на стадии знакомства с игрой. Мы выживали без каких-либо багов, самым традиционным способом. Ну и конечно, каждый уважающий себя игрок в Left 4 Dead 2 должен был уметь переносить предметы, меняя их один на другой. Потому что нам требовалось собрать все предметы на третьем этаже, а также отнести туда все канистры, которые можно найти на карте. Благодаря этому можно было поставить весьма неплохой рекорд, что собственно мы и сделали. И он навсегда как память остался в моей статистике профиля Steam. И вот наступил день, когда Шадо надо спросить насчет задания. Я ровно так же присоединяюсь к нему на сервер и в очередной раз удивляюсь этому человеку. Внутри игры, в первой главе компании «Нет милосердию», он построил целую карту для паркура. Какое-то время я на ней поиграл и все же решаюсь спросить насчет задания. Когда я спросил, что вот у меня, мол, есть задание, чтобы тебя выиграть один на один, он, наверное, написал самый лучший ответ, который здесь можно было ответить. Давайте я его просто процитирую. «Можешь сказать, что я засал?» Я не знаю почему, но меня это так впечатлило, и я понял, что, наверное, это человек, с которым хочется дружить. Но в итоге я сделал скриншот того, что он написал, и добавил видео. Понятное дело, что это был прикол, а играть один на один он тогда уже перестал. Да и давайте говорить откровенно, очевидно, что я бы его не выиграл, потому что на тот момент опыта в этом режиме у меня даже еще и не было. Но зато я начал его получать благодаря хорошему другу Шада, но скиллу. Мы с ним тогда после выживания также добавились в друзья, и периодически играли один на один. Единственный момент, который я запомнил из числа этих игр, это когда я дошел четвертую главу кампании «Мрачный карнавал» чисто на прикладах без единого скита, и очки счета немного перевалили в мою пользу, тем самым одержав победу, потому что финальную главу в таких режимах никто не играет. Было довольно забавно, но я благодарен именно за те игры, которые познакомили меня с этим режимом. И, конечно же, я не забыл, что меня Ноу Скилл научил правильно бы не хопить. Раньше я бы не хопил, зажимая кнопку W, и он мне объяснил, что так делать не стоит. И ровно так же я благодарен Ноу Скиллу за то, что помогал мне тогда выполнять задание для рубрики «Возьми Гризли на слабо». Я помню, мы пытались выполнить задание, где за танка надо было одним камнем убить четырех выживших, убить громилу с помощью рукопашного оружия, когда он находится в рывке, и, наверное, мое самое любимое – убить охотника из лежачего состояния, когда он находится в воздухе. В какой-то момент я даже создал для этой рубрики руководство в стиме, чтобы получать там задание. И, возможно, за счет этого меня нашел Крайв и написал комментарий у меня в профиле стима, чему я тогда максимально удивился, и даже сначала не поверил, что это действительно его аккаунт. Но когда оказалось, что это он, я непременно его добавил. А также я хочу отметить еще двух людей, с которыми меня свела эта игра. ASXN и BabyMoson. Мы постоянно играли вместе, и даже один раз случайно встретили Айра из команды Хэйстоп на обычном паблике. И, наверное, самое ключевое событие 2014 года это то, что Шат начинает делать соло спидраны. Было объявлено, что это будет совместный спидран с командой Хэйстоп, и видео выйдет сразу на двух каналах. И об этом мне Шат даже лично написал в стиме, скинув ссылку на объявление. Я подумал, что вот она моя возможность попасть хотя бы в один выпуск от команды Хэйстоп. Демку у меня записать получилось, но мое прохождение было недостаточно быстрым. И именно тогда, наверное, случился самый переломный момент во всей этой истории. Сразу после Нового года я исследовал Лифту в поисках каких-то интересных деталей, и в третьей главе компании Переход замечаю кое-что странное. Это были бетонные блоки, которые стоят прямо по центру дороги. И странность этого момента заключалась в том, что по завершению главы выжившие будут ехать по этой дороге на машине. Тогда у меня в голове что-то щелкнуло, и я подумал, что блин, это должно увидеть как можно больше людей. В течение нескольких дней я поискал еще какие-нибудь странные нелогичные моменты, и 11 января на моем канале дебютирует рубрика Логика Велф. На то время она так и называлась, была посвящена только одной компании. И когда я уже добрался до 13 выпуска, я подумал, что пора написать человеку, который вдохновил меня делать контент по Left 4 Dead. И это был, конечно же, Инк. Поскольку у меня тогда было очень мало аудитории, а я хотел, чтобы это увидело как можно больше людей, я предложил выпускать эту рубрику на канале Хээстоп. Идею он взял на заметку, но, к сожалению, мы с ним не сработались. Однако он мне дал хороший буст в плане качества, объяснив, как и что надо правильно делать в программе Vegas, в которой сам работал. И как же было забавно наблюдать, что потом, через какое-то время, у них на канале выходит похожая рубрика, которая называется Unplayable. То есть просто взяли и подрезали мою идею, которая, если я не ошибаюсь, уже набирала популярность. А потом, когда я просто продолжал выпускать видео из этой рубрики у себя на канале, мне писали в комментариях, что я сплагиатил видео у Хээстоп. Параллельно с тем, что я начал выпускать логику Valve, Шат активно делал соло спидраны. И поскольку я более-менее общался со всей этой тусовкой, а участие в спидранах мог принять абсолютно любой, мое внимание переключилось именно туда. Потому что это не только казалось чем-то свежим, но и выглядело намного скилловей по сравнению с обычными трюками. Я уже забыл, что хочу попасть в какое-то видео от команды Хээстоп и горел невероятным желанием попасть хотя бы в один спидран. Когда объявили соло спидран карнавала, я написал Краеву, чтобы он мне помог установить все необходимое, чтобы активно принимать в этом участие. Он непременно мне помог, а также мне еще постоянно помогал Шат и что-то объяснял. И у меня на канале есть отдельное видео про спидраны, вы можете его посмотреть. Здесь же я не буду вдаваться в подробности, потому что еще впереди очень много интересного. Между тем, как я принимал участие в соло спидранах, я любил поигрывать в Версус. И однажды я получаю приглашение от Краева, которое полностью меняет мое представление о Версус-режиме. Это было не что иное, как русский микс, на то время еще популярных серверов Шанти Бичес. Ну и давайте я немного объясню, чем отличаются такие сервера от серверов Valve. Во-первых, у них гораздо выше тикрейт, и моделька зараженного практически полностью соответствует картинке, если вы также используете консольные команды, чтобы сменить интерполяцию. Это позволяет очень быстро реагировать на многих зараженных, а также выполнять кучу различных мувов, которые будет проблематично делать на сервере Valve. Есть также огромное количество мест, которое позволяет делать атаку раньше, опять же, в отличие от сервера Valve. Каждый конфогл начинается при помощи радиапа, что не дает игрокам начинать игру раньше времени. Также на сервер может присоединиться до 32 игроков и при желании посмотреть на игру со стороны. Ну и, конечно же, главное преимущество это игроки, которым в силу своего опыта просто надоело играть с нубами в команде. В принципе, это все, что надо было знать, ну и согласитесь, что здесь перспектив гораздо больше. Опыт игры на миксах у меня был еще со времен Counter-Strike Source, но я даже не подозревал, что такое же есть и в лыфте. Сыграв там всего лишь одну игру еще и с Краевым в команде, этого было достаточно, чтобы они, как воронка, утянули меня в этот режим и эти конфиги. Во время этих матчей я постоянно с кем-то конфликтовал, постоянно горел и, скорее всего, меня запомнили, как самого нервного игрока из всех, кого вообще можно найти. И я пытался с этим что-то сделать, пока у меня окончательно не сгорело и я не ушел на зарубежные миксы. Но это не помогло, там меня тоже запомнили, как самого эмоционального и самого нервного игрока вообще из всех. Возможно, это кому-то не нравилось, но я тогда еще только набирался опыта и однажды меня попросили сыграть игру под предлогом, что это будет ПКВ, то есть дружественная игра команда на команду. Я, конечно, согласился, потому что это было намного интереснее, чем обычный конфиг, но я даже не подозревал, что это будет игра на полноценном турнире, так еще и против одной из самых популярных команд. Мы играли против команды Nemilis и отлетели с огромным счетом. Уже только ближе к четвертой главе я узнал, что это турнир. В наблюдателях сидел стример, и потом после игры я решил посмотреть, что вообще из этого получилось. Эту игру тогда стримил никто иной, как экстраверт. Наверное, один из самых топовых стримеров по лофте, ну и мой фаворит. Это же окей, снизу там хватает одного заблеванного, очень сейчас больно будет опять же, бедному, бедному Нелли, что там сверху творится, боже мой, минус один делает Гравила. Разнос в нули, но наблюдайте, ребята, разнос в нули на команда Nemilis, скриншот быстро сделайте, выложите. После того, как мы отлетели от команды Nemilis, во время игры на обычном миксе меня начинает подкалывать один из игроков этой команды. И для многих, скорее всего, это имя ни о чем не говорит, но это был никто иной, как Керриман. Чисто по рофлу, он меня пригласил в команду Nemilis. Я в прямом смысле получил приглашение в команду и даже вступил в группу в стиме. Вы думаете, что я вас не переиграю? Что я вас не уничтожу? И я знаю, что здесь гордиться особо нечем, потому что я даже не играл за эту команду. Но благодаря этому я просто могу сказать, что я был участником команды Nemilis. Я вас уничтожу. И блин, спасибо за этот ироничный инвайт. Получить туда приглашение тоже способен далеко не каждый. 2016 год, наверное, был самым насыщенным из всех, что у меня был в этой игре. Во время одного из миксов, когда мы играли ProMod, появилась информация, что будет турнир от той самой группы ВКонтакте в формате FastCap. То есть его надо было отыграть за один день. И прямо во время игры на этом сервере родилась идея собрать абсолютно рандомную команду и залететь на этот турнир просто по фану. И этому свидетельствует название нашей команды, которая именовалась как PUBG Surfers. И если в первой игре у нас не было никаких сомнений в том, что мы победим, потому что там играли абсолютные ноунеймы, то во второй игре, наверное, случилось то, чего вообще никто не мог ожидать. Нам удалось камбэкнуть команду, которая была значительно сильнее нас. Таким образом мы добрались до финала, но, к сожалению, взять его не смогли. И заняли второе место, что, в принципе, неплохо для команды, которая зарегистрировалась просто по фану. Так, расхват 2х, кстати, такой неплохой. Чарджер пробивает. О-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. На Кураже я сразу продолжил принимать участие и в других турнирах. И ближайшим был турнир от Solaris Server в режиме сбор 2 на 2. И тогда я даже создал свою собственную команду, которую назвал Unity. На этот турнир я пригласил своего друга, с которым мы начинали играть в Left 4 Dead. Это тот самый, который постоянно играл за Фрэнчиса и Элиса, и с которым мы постоянно конфликтовали. Я позвал его на этот турнир ровно так же по фану, чтобы весело провести время. Мы отлетели в первой же игре, но сколько было смеху, надо было просто знать. Летом среди турниров обычно всегда затишье, и поэтому я просто продолжал играть на конфигах. Вообще вы должны учитывать, что начиная с 2014 года и до конца 2021 я постоянно играл эти конфиги на 100тиковых серверах. Ближе к осени моё внимание вновь переключилось на спидраны. Уже тогда они делали спидраны в составе четверых игроков, а у меня появилось много свободного времени. Ну и в этот момент я делаю самый отважный шаг на пути к своей мечте попасть хотя бы в один спидран. Я пишу одному из игроков, с которым мы хорошо общались, и предлагаю себя в качестве игрока, который на постоянной основе может помогать делать спидраны. В тот момент они как раз записывали вторую главу компании жертва, и им не хватало одного игрока. И те, кто уже смотрел мои видео про спидраны, а также сами спидраны, знают, что меня пригласили. В ходе записи демок я просто сидел и был максимально удивлён тому, что я наконец-то принимаю в этом участие. И хоть от меня требовалась не самая сложная задача, но тогда я понимал, что если я сейчас не облажаюсь, у меня все шансы попасть в спидран. Поэтому я просто молча сидел и выполнял свою роль. И так и случилось, да ещё и за два дня до моего дня рождения. Сразу после этого спидрана начался турнир от Solaris Server 4х4, и конфиг был AceMod. Для участия в нём я зарегистрировал свою команду Unity, и пригласил двух игроков, которые заняли второе место в турнире сбора 2х2, а также Краева, который также имел опыт в турнирах за команду RektBuy. И хоть заявка на этот турнир была более-менее серьёзной, основная мысль была просто весело провести время. К сожалению, мы отлетели в первой же игре против команды, которая потом заняла второе место. И моя ошибка была не только в том, что я позвал игроков, которые играют только в режиме сбора, а также в том, что у нас даже не было совместных игр. Я просто работал по той же схеме, как и в первом турнире, где занял второе место. Просто собрать рандомную команду из игроков, которые более-менее умеют играть. Но в этот раз просто не получилось, и блин, да об этом даже жалеть не стоит. Я безумно рад, что такая команда вообще собралась. После этого сразу поступила заявочка на том, чтобы принимать участие в новом спидране. Это был спидран карнавала, в запись которого, начиная с нуля и до конца, я отдавал полностью всю свою душу. Каждый день демки могли записываться по несколько часов, и когда они заканчивались, я даже не уставал. Я принимал участие в каждой главе этого спидрана, кроме первой. Ещё во время записи возникла идея закончить его под конец нового года. Конечно, это было не в стиле записи спидранов ограничивать себя какими-то рамками, но получился такой мини-дедлайн. И как же я переживал под конец нового года, когда требовалось перезаписать демки, а я заболел. Но, к счастью, нашлась замена, и спидран вышел в назначенный срок, 31 декабря, прямо перед новым годом. Во время этого спидрана я вынашивал свою теорию про полуночных всадников, о том, что они могут появиться в качестве главных героев третьей части Left 4 Dead. Много времени для создания этой теории не потребовалось, я её опубликовал 20 ноября, и это было ключевое видео для моего канала, потому что оно начало набирать просмотры, а вместе с ним начали набирать просмотры и остальные видосы. 2017 год, после того, как все отдохнули, начался с того, что Шат решает делать спидран компании «Приход», в котором я также активно принимал участие. И если предыдущий спидран был записан довольно быстро, то запись этого спидрана длилась довольно долго. Там требовалось очень много кропотливой работы. И если у тебя не получился какой-то микромомент, обесцениваются абсолютно все. И демки начинают записывать сначала. Между записью этого спидрана есть очень интересные видосики, которые я выпускал у себя на канале. Тогда у меня набирала популярность рубрика «Нелогичные моменты», и я попросил Шада помочь мне записать одно из моих видео. Мне требовался персонаж, который будет играть за тренера и включать разные голосовые команды. И Шад принял на себя эту роль, а также, благодаря его опыту в игре, мы это записали не более чем за 30 минут. А в июле этого года я выпускаю вторую часть «Теории про всадников», где рассказываю, куда они могут отправиться. Все остальное время я просто поигрывал конфиги, помогал записывать спидран и ждал его выхода. 24 августа это наконец-то свершилось, и это был последний спидран, в котором я принимал участие. Они начали занимать очень много времени, а уделять время своим видосам я стал гораздо меньше. Поэтому пришлось сделать выбор в пользу канала, который для меня важнее всего. В 2018 году здесь практически вообще ничего не происходило. Единственный ключевой момент, который здесь был, это моё открытие, которое я сделал в этой игре во время записи очередного видоса. Мне надо было записать финальную сцену компании «Кровавая жатва», и поскольку все видео я записываю без худа, титры не отображались, и я заметил, что солнце, которое было в конце этой кампании, неожиданно поднимается вверх. Меня это очень сильно заинтересовало, потому что, как вы знаете, у скайбоксов нету анимации. И я начал активно искать способ, как поиграть во время финала главы. И благодаря своим навыкам консольных команд у меня получилось. Это превратилось в невероятный эксперимент, который вылился в видос, набравший больше всего просмотров по Left 4 Dead 2 за всю историю канала. Однако в июне я делаю видео, которое также имеет отношение к серии Left 4 Dead, но также захватывает и другие серии игр, а именно Counter-Strike и Payday, и набирает ещё больше просмотров. После которого я просто пропадаю со всех радаров на 7 месяцев, перестав играть и вообще снимать видосы. В 2019 году я продолжил активно играть и заниматься своей деятельностью, и в октябре мне поступает приглашение принять участие в турнире. И эта команда была собрана по моей любимой схеме, а именно рандомные игроки, которые вместе вообще никогда не играли. Оценив вообще все возможности команды этого турнира, я подумал, что в принципе можно принять участие. Это был турнир от тогда ещё нового и быстро развивающегося сервера Атлантис. Наша команда имела опять очень курьёзное название, Last of Pub, видимо у меня такая судьба. Ну и во время этого турнира, наверное, случилось самое невероятное. На каких-то просто немыслимых костылях, у кого-то были проблемы с компьютером, у кого-то проблемы с интернетом и прочее, мы заняли четвёртое место. И это было в очередной раз просто удивительно. 9 поинт. 8. 7. 6. 5. 4. 3. Всё, поздравляем. Команда Лоб с победой. Можно смело уходить, красиво. 17 ноября второй части Left 4 Dead должно было исполниться 10 лет. И в честь этого события я начинаю делать прямые трансляции. Они начались 17 ноября, когда вышла игра, и спустя ровно год закончились в этот же день. Я просто на протяжении всего года, в честь десятилетия игры, стримил Left 4 Dead 2. И во время этого произошло очень много увлекательных событий. Когда я только начал стримить Left 4 Dead 2, у меня появилось желание комментировать турнир. И как раз предстоял очередной турнир от Atlantis Server, организация которого словно услышала моё желание и пригласила в качестве стримера. И 21 декабря я запускаю первую трансляцию первого матча в этом турнире. Они словно дополнили мой ивент, который проходил на десятилетие игры, а также мы наблюдали очень много интересных игр, где игроки стремились к своей цели. Особенность этого турнира заключалась в том, что он был в классическом режиме Versus, без какого-либо конфига, которые обычно играют на турнирах. Это имеет название Vanilla, ну или Public, кому как больше нравится. Также на этот турнир не допускались давно сформировавшиеся команды, и ещё не допускались игроки, которые играют только конфиги. И поэтому на этот турнир, в принципе, мог зарегистрироваться абсолютно любой. Даже те, у кого опыта в этом режиме не так уж и много. Как только наступил 2020 год, между трансляциями Atlantis турнира, у меня появилось желание сыграть все кампании в режиме один на один, а победитель определился бы по тому, кто выиграет больше всего кампаний. И принять в этом участие согласился мой старый друг Крайв. Мы играли эти кампании на протяжении шести часов, и у меня на канале вы можете посмотреть запись прямой трансляции или нарезку интересных моментов. О да ладно, смотри какой счёт. На скрин. Я даже скриншот сделал, 842 и 841, жесть. Время было не из простых, и надо было себя чем-то занять. И на горизонте появился новый турнир. Он назывался Carantine Cup, и там было зарегистрировано порядка 38 команд. Я решил, что это время можно привести с пользой и весело поиграть на турнире. Я собрал команду из числа игроков, которые были в предыдущих командах, а также позвал и других. И я совершенно не могу сказать, что состав нашей команды был впечатляющим. Это была опять же старая и давно изученная тема, собрать абсолютно рандомных игроков и пытаться вывозить в этом турнире чисто на импровизации. И, к сожалению, я не могу сказать, что я получил от этих игр удовольствие, потому что в этом турнире участвовали команды из разных стран, и игры проводились сначала на домашнем сервере, а потом на гостевом, где что-либо сделать абсолютно нереально, а твой скилл от этого только деградирует. Мне это абсолютно никогда не нравилось, но принимать участие в этом турнире хотелось, и это желание было сильнее. Наша команда на этом турнире называлась Safe House, ровно так же, как называется мой дискорд сервер, и это было сделано только ради того, чтобы играть с очень интересной аббревиатурой. Получалось сокращение SH, и каждый раз, когда стример её произносил, мне было смешно, я смеялся. А какой реакции вы от меня ожидали? Я зарегистрировал команду, которая называется как мой дискорд сервер. Были моменты, где я очень сильно горел, или ровно так же очень сильно был доволен командой. Здесь нет ничего удивительного, ведь всем игрокам в соревновательном версусе уже давно известно, что я очень эмоциональный игрок, и мои тиммейты об этом также знали. Когда у меня было свободное время, я так же заглядывал в гости к своей любимой команде. Ноускилл уже тогда активно делал прямые трансляции, и приглашал меня попробовать пройти с ним челлендж No Death. Мне это было очень интересно, и я не оставлял попыток выполнить вместе с ним этот челлендж. И первого июня у нас это наконец-то получилось. Вдвоем, как настоящие напарники, мы прошли всю игру в режиме реализма Advance, и при этом никого не потеряли. Я, в общем, это, ты его, все, обери, только аккуратно, машина. Да. И я чуть не забыл сказать, что я один из тех игроков, который дожил до масштабного обновления спустя долгое время. Я говорю, конечно же, про мейзер апдейт The Last Stand, но он меня ничем не удивил. Это обновление просто подогнали под сервера с конфигами. Ближе к зиме появляется еще один турнир от Atlantis сервера, который должен был состояться до карантин капа, но он его полностью затмил, и поэтому просто ждал своего момента, а мы с командой ждали, когда он наконец-то начнется. Это была ровно такая же команда, с ровно таким же составом, и с ровно таким же названием, где мы никакое место не заняли, потому что просто решили не доигрывать турнир. Похоже, у кого-то изменились планы. А сейчас я немного забегу в прошлое, чтобы рассказать, какие действия привели меня к следующему событию. Три или четыре года назад мы с Крайвом постоянно играли на паблике, и каждый раз, когда он делал красивые фраги, я в шутку писал, что это на мувик. И в итоге так и получилось. Он обратился ко мне с целью, чтобы я сделал ему фраг мувик с теми самыми фрагами с паблика. И я, конечно же, не мог отказать такому человеку в такой просьбе. Но при этом я сказал очень мудрую пословицу «Обещанного три года ждут». Ну и поскольку я обычно своё слово держу, три года прошло, а фраг мувик я сделал за один день. Своё слово я также сдержал, когда написал комментарий под своим видео, что если оно наберёт очень много просмотров, я выпущу вторую часть. Это было то самое видео, где я показываю, что скрывается в финалах кампании. И оно набрало очень много просмотров. Поэтому я сделал вторую часть. А помогал мне в этом Пинки, который неплохо так освоил игру за достаточно короткое время. Он придумал бинт, который облегчал все действия, которые демонстрировались в этом видео. И вместе с ним мы выпустили руководство, где подробно описывается, как это всё работает. А вы можете просто зайти в игру, запустить кампанию или финал и просто нажать одну кнопку. Остальное время в этой игре я решил посвятить полностью версус-режиму, а также предстоящим турнирам. Каким-то невероятным и чудесным образом собралась команда G2 Юниорс, в составе которой были игроки основной команды G2, а также достаточно неплохого игрока, который был в составе предыдущих моих команд. Как вы уже поняли, это был абсолютно рандомный состав, но мне нравилось, что были достаточно скилловые игроки. И мы регистрируемся на какой-то испанский турнир, который назывался Omega Cup. И он был не менее крупным по сравнению с карантин-капом. В нём приняло участие 32 команды, и из их числа мы заняли седьмое место, потому что в этом турнире по сравнению со всеми остальными было просто максимальное количество фана, что играть серьёзно даже никто и не хотел. И если бы хоть немного кто-нибудь играл серьёзней, я абсолютно уверен, что мы бы заняли призовые места. Сразу после этого турнира мы решили сыграть ещё один, и там было ещё больше фана. Он назывался United Nations, и, наверное, это был вообще абсолютно самый крупный турнир, в котором я принимал участие. Там было порядка 40 команд, но нам было настолько пофиг на этот турнир, что мы его даже не доиграли. После этого я перестал принимать участие в каких-либо турнирах, и решил попробовать себя на местном фейсите. Он называется Cedapug, и его суть заключается в том, что ты играешь вроде бы как на профессиональных серверах, вроде бы как с профессиональными игроками, абсолютно жесточайшая система банов, но это такая помойка, что желание играть абсолютно пропадает. Меня просто морально изнасиловали, чтобы я получил 2288 ММР и статус, который я и так себе знал. И здесь меня игра научила тому, что играть с рандомными игроками в серьёзный версус, это просто тратить время и свои нервы в помойку. Я перестал принимать участие в каком-либо соревновательном версусе, не только потому, что мне это больше не интересно, а ещё потому, что мне это надоело даже просто по фану. Также я хочу упомянуть, что на таких неофициальных серверах очень часто играют читеры, и не исключение, что они занимают призовые места в турнирах. Есть порядка 20 команд, в числе которых отлетали игроки с читами, а до этого они занимали призовые места. И в принципе, мне на это всегда было всё равно, потому что использовать читы в этой игре, я считал, что это, ну, очень странно. Тем не менее, они давали преимущество, и играть против таких игроков я, к сожалению, не хочу. Также я с полной уверенностью могу сказать, что версус в Left 4 Dead 2 был дисбалансный и до сих пор остаётся, и ни один конфиг его не исправит. Здесь уже надо делать новую игру, и как раз у меня на канале есть рубрика, где я частенько рассказываю про Left 4 Dead 3, и делюсь с вами разными новостями и теориями о том, что будет в этой игре. Субтитры сделал DimaTorzok